Дорогие друзья, здесь очень круто, особенно осенью! Они делают мир вокруг нас ярче, они дарят хорошее настроение другим. Теперь около 150 культроботников из разных уголков Щелковского района объединились на три дня, чтобы устроить праздник и себе, объединяться опытом, идеями и по-настоящему сплотиться. Весело и по-доброму – это уже пятый слет работников культуры нашего района. Это встреча друзей, знакомство с новыми программами. Это не только отдых, но и работа, повышение мастерства, желание служить искусству. Поэтому слет так и назвали – дорогами добра. Они не только работники культуры, они еще работники труда, который преподает людям высоту духовной культуры. Она не может упасть, подняться, она же одна у нас духовная культура. Они должны все время оставаться на достаточно высоком уровне, что демонстрируют наши работники, которые во всех поселениях достойно выполняют свой служебный долг. С первого дня слета участники учились друг у друга и у приглашенных профессиональных мастеров – режиссура, конферанс, хореография, художественная резка по овощам, карвинг. А вечером каждый из них демонстрировал свою культурно-развлекательную программу. Для культроботников все это не в новинку, но к подготовке каждый подошел основательно. Сложно готовиться, это не сказать ничего. Мы готовились в 12 часов ночи, в 10 часов вечера. Приезжали, оставались после рабочего дня и готовились, потому что у нас параллельно отчеты, параллельно мероприятия, параллельно выездные концерты, естественно, ничего отменять нельзя. Слет – это еще и командная проверка, общение, в некотором роде тимбилдинг. Программу организаторы составили так, чтобы участники все время взаимодействовали, делились идеями и помогали друг другу. Слет посвятили году кино, и конкурсы были тесно связаны с известными фильмами и мультфильмами. Культроботники демонстрировали свою подготовку и знания. Многие испытания оказались действительно сложными и неожиданными. Эмоции, радость, веселье, неожиданные моменты. Испоминаешь какие-то интересные жизненные ситуации, ощущаешь себя иногда ребенком, побывавшим в пионерском лагере. Для нас, как для библиотекарей, это вообще такая немножко другая форма работы, но я думаю, что мы с этим тоже справились удачно. Но самым неожиданным и ярким сюрпризом для участников стали спортивные соревнования. Такое организаторы устроили на слете впервые. Это стало одним из тех конкурсов, когда взаимовыручка и поддержка становятся не пустыми словами, когда крепнет дружба и воля к победе. Раньше у нас все-таки среди поселений и учреждений района была очень четкая тенденция. Было несколько лидеров, и команды, многие уже приезжающие на какие-то мероприятия, соревнования, будь то слеты или другие конкурсные программы, четко знали, на кого нужно равняться. В этом году неожиданно приятно высокий уровень выступления команд, даже по нескольким конкурсам первым, что отметить кого-то и выделить очень сложно. Сильно возросло профессиональное мастерство в плане творческих программ. Многие коллективы прислушались к критическим замечаниям за эти предыдущие четыре года. Программы просто на высочайшем уровне. И проигравших нет, здесь все сильны. Вот этим отличается слет профессионализма. Пятилетка, как ее ласково назвали, прошла не зря. Пятерку заслужили все. По результатам конкурсов каждая из 13 команд оказалась достойной и победила по разным номинациям. А по количеству призовых мест лучшей стала команда Дворца культуры имени Чкалова. Марина Познякова, Сергей Василевский, Игорь Поляков, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».